Всем привет! С вами Громакина Ярославна, блог нашедети.ру Сегодня я хочу вам рассказать, как можно снять кольцо с пальца, если у вас сильно отекла рука. Итак, начнем с того, что рука может отечь в разных ситуациях у беременных женщин, например, во время беременности, у некоторых людей из-за заболеваний сердца, например, из-за сердечной недостаточности. У мужчин и женщин могут также отечь руки из-за укуса насекомых, например, пчелы. Все дело в том, что у меня очень сильно отекла рука, руки, но на одной из кистей находилось кольцо. Золотое кольцо, которое начало сильно сдавливать палец, сильно давить. Но сейчас этого кольца нет, оно было здесь. Вот. Тогда я решила воспользоваться опытом людей из Ютуба, которые снимали кольцо с помощью нитки. И сейчас я хочу вас предостеречь, никогда так не делать. Почему? Вначале, когда я смотрела видео тех людей, которым якобы удавалось снимать кольцо с помощью нитки, обратите внимание в роликах, что обычно прямо при вас надевают на палец кольцо. Потом якобы его не могут снять. Ну, здесь сображдается складка, да? Потом наматывают нитку, начинают её раскручивать, и кольцо снимается. Сейчас я вам расскажу, что происходит на самом деле. Единственное видео, которое я очень хотела посмотреть, там действительно у женщины была такая пухлая рука, и казалось, что кольцо действительно сидит очень туго. И мне было интересно посмотреть, действительно оно снимется или нет. И ей будто бы мужчина, ну, муж, наверное, хотел помочь снять, он поставил какую-то баночку с вазелином, взял нитку, начал наматывать, наматывать, а потом раз, видео резко прерывается, и уже показывает. Отдельно нитка лежит, отдельно кольцо, и мужчина говорит, к сожалению, видео не удалось заснять. Я теперь знаю, его действительно, наверное, не удалось заснять, потому что либо там были такие крики, либо всё-таки кольцо это срезали, и потом просто положили так рядом. Хорошо. Я взяла нитку. Мы тоже вместе с супругом решили снять кольцо с моего пальца. Мы взяли нитку. Стали её наматывать, всё как показано. В первый раз мы допустили небольшую оплошность, намотали нитку где-то до вот такого уровня. Хотя я предлагала домотать до самого пальца, но когда вы начинаете туго вот этой ниткой мотать, действительно отёкший палец, он начинает как будто отекать ещё сильнее, он становится вначале очень-очень красным, а потом как будто даже синюшным. И это становится так страшно на глазах. Думаю, сейчас как бы не началась гангрена. Начинаешь мотать быстро-быстро этими большими стежками, отступая, да, что становится видными местами кожу. Ну, мотали мы где-то досюда. И когда кольцо разматываешь, оно слегка отстаёт от того места, от той нитки, где вы его замотали. Мы его разматывали, и кольцо остановилось где-то на этом уровне, а нитка кончилась. Палец стал ещё более красным, ещё более отёкшим, и мы решили не сдаваться и попробовать ещё раз. Тогда мы уже решили намотать, ну, как положено, практически до самого ногтя. Когда нитку намотали, хотя я чувствовала, что палец уже так пульсирует, он очень сильно болел. Когда мы стали разматывать, несмотря на то, что нитка, казалось бы, крепкой, вот на этом месте, самом толстом, где сустав, где как раз-таки это кольцо невозможно было снять, вот именно на этом месте нитка порвалась. И что, вы думаете, произошло дальше? Кольцо встало прямо вот здесь, в самом толстом месте, где оно вообще не могло никак пройти. Кончик вот этого пальца, который был без нитки, он буквально на глазах стал фиолетового цвета. То есть тут ещё нитка немножко, тут кольцо встало, которое весь кровоток перекрыло, и его невозможно было ни туда, ни сюда. Я вообще так испугалась, мне казалось в этот момент, что у меня точно я останусь без пальца. Ладно, рядом был мой супруг, который вообще с очень большой силой это кольцо смог еле-еле сдвинуть обратно на место сюда. Мы это всё сняли, потом мы мчупались, долго так тукал, полночи болел. В общем, я поняла, что, скорее всего, ниткой можно снять застрявшее кольцо, но если оно у вас застряло по каким-то физиологическим особенностям, может, вы чуть-чуть поправились. Вы намотаете нитку и снимете его, действительно. Но если у вас началась какая-то патология типа отёка, то я бы не советовала пользоваться этим методом. Самый надёжный метод мы с утра пошли. А, ну и как тогда мы всё-таки сняли кольцо? Как можно его снять? Мы пошли в бутик к ключнику. Ключники, я думаю, есть в каждом городе, да? Ну или можно к кому-нибудь, обувщику, может быть, сходить. Ну, мы пошли к ключнику, который делает ключи для двери, для домофонов. И спросили, есть ли у него какой-нибудь инструмент, чтобы мы могли расщелкнуть кольцо. Он нам дал такие какие-то наподобие, я не знаю, как называется, кусачки, наверное. Очень острые. Мужчина сказал, что сам он не рискнёт снять это кольцо с моего пальца, потому что они очень острые, и он боится просто, что может мне зацепить кожу или палец, да? Как это ребята сами. Вот. Мы взяли такую небольшую металлическую пластинку. Мы её под кольцо завели. И вот мой супруг этими кусачками очень легко за секунду буквально кольцо вот так перекусил. Да? Перекусил кольцо, мы его слегка отогнули и уже сняли. На данный момент я считаю, что всё-таки, если у вас произошла такая ситуация, что оттекла рука, оттекла она из-за какого-то заболевания, из-за беременности или из-за укуса насекомого, снимать с помощью нитки я не советую. Лучше. Да, жалко, конечно. Ну, ничего, это всё можно починить легко и просто, запаять потом, когда отёк у вас сойдёт, чем рисковать вот так пальцем. Потому что в тот момент, когда кольцо застряло у меня прямо на суставе, если бы никого не было рядом, я вообще не представляю, что бы я делала. Ну, и я вам желаю, что у вас никогда не было таких ситуаций. Но если будут, вы знаете, куда можно сходить, к кому обратиться для того, чтобы снять кольцо таким способом. Всем пока!